Услышали не все. Сотрудники ГИБДД провели в Новосибирске рейд по техническому состоянию пассажирского транспорта. О грядущей проверке сообщили заранее, однако без выявленных нарушений все равно не обошлось. Тема продолжит Анастасия Бойко. Пять утра, ПТП на окраине. У выхода экипаж технадзора. Каждый автобус, который выезжает из депо, тщательно проверяют. Перемещение узлов и деталей. Нулевое управление. Положение пальцев, рычагов. Болтается, не болтается. Документы, путевые листы и внешний вид автобуса – далеко не весь список требований к транспорту. Инспектор детально осматривает механизмы пазиков, нефазов или азов. Проверяем тормозную систему при заглушенном двигателе, то есть утечку воздуха. Если где-то шипит, значит тормозная система неисправна. Утечка воздуха есть. Салон – особая зона ответственности. Огнетушитель, свет и даже молоток обязательны. В этом автобусе в порядке все, кроме самого главного. Не дай бог, резко тормознет, сидушка оторвется и вот тебе, пожалуйста, бабушка ударилась об что-нибудь. Владелица депо говорит, уже устали ремонтировать то, что ломают пассажиры. Стекла бьют. Молоточки. Снимают. Мы иногда даже убираем полностью молоточки на какое-то время, пока они, наверное, не побалуются, не набалуются, эти ребятишки. Вот этому автобусу всего несколько лет, а уже половина оснастки салона заменена. А это пассажиры у нас, они любят поместить. Прям реально, вот так заглядываю в салон зеркала, уладешь, подтягиваю, вот ломают. Реально. В этом ПТП 10 автобусов, 6 из них абсолютно новых. К ним и претензий нет. Старые вызвали нарекания. Причем проблема одна на всех. Габариты не работают, противотуманные фонари не горят либо отсутствуют, да и подсветка госномера нефункциональна. Всем водителям штраф по 500 рублей. И требования обязательно устранить дефекты. Такие проверки инспекторы проводят обычно два раза в год. Неожиданные, после ДТП с участием автобусов, троллейбусов и трамваев. Учитывая, что в Новосибирске и области аварийность на транспорте выросла сразу на 72% по сравнению с прошлым годом, проверки будут проходить чуть ли не ежедневно.